Всем привет! Сегодня на нашем третьем занятии нашего курса механики мы будем проходить новую тему под названием Относительность движения. Давайте узнаем, что это такое. Относительность движения. То есть относительностью движения мы называем зависимость траектории движения тела, его перемещения, скорости от выбора системы отчета. То есть движение, то есть движущееся тело изменяет свое положение относительно других тел в пространстве с течением времени. То есть время проходит, а тело как бы меняет свое положение в пространстве. То есть это просто движение, а я описал движение. Есть что такое система отчета. То есть вы можете наблюдать, где вы можете стоять на земле и наблюдать. Это называется вы находитесь в системе отчета земли. Вы можете двигаться в какой-то машине, которая двигается скоростью v. Вы можете сидеть там и наблюдать за кем-то, который куда-то идет, что-то делает. Это уже называется, что вы находитесь в системе отчета машины, движущегося машины. И так, давайте я попробую вам объяснить это на примере Скажем, когда вы двигаетесь, сидите в машине, куда-то едете со скоростью, скажем, 100 км в час Навстречу к вам едет машина со скоростью 60 км в час То вы, наверное, замечали в жизни, что когда он проезжает мимо вас Вам кажется, будто он очень быстро, с очень огромной скоростью проехал мимо вас Но на самом деле это не так, он двигался со своей же обычной скоростью Но вам так показалось, потому что вы находитесь в системе отчета машины Которая двигается со скоростью 100 км в час навстречу другой То есть, наверное, вы замечали, когда вы сидите в машине, смотрите в окно и на землю То вам кажется, будто не вы двигаетесь, а земля уходит Ну, как бы двигается в обратную сторону со скоростью 100 км в час И с вашей точки зрения Уже слова путают, да? Та машина, которая едет со скоростью 60 км в час Она уже будет двигаться со скоростью 160 км в час Поэтому вам кажется, что он движется очень быстро А машину, которую вы догоняете или едете позади него То вам кажется, будто он не особо-то и быстро двигается То есть, вам кажется, ну, едет и едет, да? Как бы, то есть, не очень-то и быстро Это потому что, то есть, вы сами едете со скоростью 100 км в час И вы когда-нибудь его обгоните, да? То есть, для вас уже будет казаться То есть, для вас эта машина будет уже сближаться Ты сидишь в машине, вы догоняете эту машину Но в системе отчета вашей машины Эта машина как будто бы приближается к вам То есть, вы когда уже догоняете, все, он уже уходит назад То есть, для вас будет казаться, будто вторая машина Едет со скоростью 40 уже в обратном направлении Так Более наглядно эту тему можно понять через задачи То есть, давайте начнем решать задачи Наше первое задание Возьмем 63-ю Шар пилот поднялся на высоту 800 метров При этом был отнесен ветром в горизонтальном направлении На расстоянии с 600 метров Найти путь, пройденный шаром Считая движение равномерным и прямолинейным То есть, нам что говорят Будем считать движение равномерным То есть, нам говорят, что скорости их движения постоянные То есть, они будут двигаться прям ровно То есть, никаких фокусов, никаких неожиданностей не будет То есть, они будут просто двигаться с постоянной скоростью То есть, давайте посмотрим, что такое шар пилот Это просто обычный шар, который, ну Ну, видишь, такие, типа, можно прокататься в них на небе, все такое Так, ну, говорят, что он поднимается, да, с какой-то скоростью Допустим, он поднимается с скоростью v То есть, мы просто обозначим за v И нам говорят, что здесь есть ветер, да И он относит этот шар относительно места, где он стоял То есть, начинал свое движение Ой, вот Так, и он поднялся на высоту сколько? 800 метров, да? Аж 800 метров Но нам сказали, что ветер отнес его на расстояние с 600 метров То есть, ну, здесь нам не сказали, куда дует ветер Ну, давайте, допустим, он дует сюда, да, со скоростью u Тогда его относят сюда уже на расстояние с 600 метров Так, и нам бы все говорят Найти путь, пройденный шаром, считая движение равным и прямолинейным То есть, ясное дело, что он двигался в каком-то, ну, не в прямом Как-то под углом, да, можно сказать То есть, раз уж его отнесло на 600 метров Это произошло из-за чего? Из-за того, что повлиял ветер, да То есть, скорости шара пилота и скорость ветра Они сложились в векторном виде То есть, скорость шара обычной То есть, поднимался вверх И его отнесло ветром уже на какую-то скорость u И он окончательно начал двигаться вот в таком направлении То есть, мы просложили векторно Получилась такая траектория То есть, его траектория будет примерно вот такой Давайте вот здесь обозначим Да, вот И нам говорят именно найти его вот этот пройденный путь Надеюсь, никто из вас не подумал Или не подумает никогда, что шар поднялся так Типа, он сначала поднялся на 800 метров Потом отнесло его на 600 метров Ну, такого движения не может быть Потому что ветер дул не только на высоте 800 метров А он дул всегда Поэтому у него будет траектория уже в таком виде Получается, это у нас просто прямолинейный треугольник Ой, прямоугольный, прямолинейный Ах, я уже слова путаю Так, получается по теореме Пифагора Х квадрат равен С квадрат плюс H квадрат То есть, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов треугольника Так, получается Х квадрат равно 600 в квадрате плюс 800 в квадрате Это у нас сколько? Это у нас 360 тысяч плюс 64, ой, 640 тысяч Это всего дает нам лям метров в квадрате Получается, чтобы найти Х, что мы должны сделать? Чтобы избавиться от квадрата, мы должны обе части уравнения возвести в квадратный корень Взять под квадратный корень Квадратный корень исчезает Получается, Х равно просто 1000 метров Так, все, мы нашли пройденный путь Мы даже объяснили, как он двигался Так, будем двигаться к следующей задаче Наша следующая задача Это у нас Давайте возьмем 69 Эскалатор метро спускает идущего по нему человека за время D1 одну минуту Если человек будет двигаться относительно эскалатора вдвое быстрее То он спустится за 45 секунд Сколько времени будет спускаться человек, стоящий на эскалаторе То есть, есть эскалатор Мы знаем, что эскалатор всегда постоянно длинный То есть, скажем, L И мы всегда знаем, что эскалатор движется с постоянной скоростью Допустим, мы обозначим его за U И вот, он спускает идущего по нему человека за время D1 одну минуту То есть, человек, скажем, спускается с какой-то скоростью Верно, по скоростью B И он спускает его за одну минуту То есть, если он идет Если человек будет двигаться относительно эскалатора уже вдвое быстрее То он спустит его за другое время То есть, он спустится быстрее И так, нам говорят Сколько времени будет спускаться человек Если он не будет двигаться Просто будет стоять Просто застынет То есть, из первого предложения У нас уже сразу можно написать первое уравнение наше Получается, наше L То есть, человек пройдет это расстояние То есть, длинного эскалатора за время D1 Но мы не знаем, с какой скоростью То есть, он сам двигается с какой-то скоростью Эскалатор тоже Но, смотрите, если человек и эскалатор будут двигаться в одном направлении То ясное дело, что человек будет То есть, в системе отчета Земли Или, скажем Нет Да, ну, в системе отчета Земли Мы будем видеть, будто человек очень быстро спускается То есть, он и сам идет И ему еще и эскалатор помогает Получается, у их скорости можно сложить То есть, V плюс U умноженное на T1 Не можно, а надо То есть, он уже будет двигаться не со скоростью V А в системе отчеты Земли Нам будет казаться, что он двигается со скоростью V плюс U Так, это уже первое Если человек будет двигаться Относительно эскалатор вдвое быстрее То есть, если во втором случае Он будет двигаться в два раза быстрее То есть он пройдет это же расстояние за t2 45 секунд. То есть 2v уже плюс u умноженное на t2. И нам говорят, сколько времени будет спускаться человек, стоящий на эскалаторе. То есть третье уравнение. У человека уже скорости нет. Получается, он пройдет это расстояние только со скоростью u. То есть со скоростью просто эскалатора. Умноженное на t, которое нам надо найти. Получается, у нас три уравнения и три неизвестных. То есть мы должны решить это уравнение как-то. Посмотрим, что можно сделать. Чтобы найти наше t, мы должны найти из первых двух уравнений, уравнение, которое зависит только от l и u. То есть мы должны избавиться от v, потому что нам он не нужен никак. Давайте я распишу первое уравнение уже, то есть приведу его в другую форму. То есть l делить на t1 равняется v плюс u, верно? И из второго следует, что l делить на t2 равняется 2v плюс u. Так, чтобы избавиться от v, то есть это просто можно считать как система линейных уравнений. Давайте я буду избавляться от v. Для этого я умножу первое уравнение на 2. У меня что получится? Уже 2l разделить на t1 равняется 2v плюс 2u. А второе давайте не будем изменять. То есть l делить на t2 равно 2v плюс u. И давайте я сделаю так. Из первого уравнения я буду отнимать второе. Что у нас останется? Так, получается 2l разделить на t1 минус l делить на t2 равняется. 2v минус 2v уже 0. То есть получается мы избавились от v. Так, дальше идет плюс 2u минус u. Получается 2l делить на t1 минус l делить на t2 равно просто u. Раз уж мы это знаем, давайте мы просто подставим на u, который мы нашли, вот это, уже наше третье уравнение, чтобы найти окончательно t. Получается l равно u этого на что? 2l разделить на t1 минус l разделить на t2 умножить на t. Так, ну здесь понятно, что можно сделать, да? То есть мы можем взять и вытащить l за скобочки. То есть l равно l 2 разделить на t1 минус 1 разделить на t2 умноженное на t. l и l можно сократить. Здесь 1 останется. Получается 1 равно чему? 2 разделить на t1 минус 1 разделить на t2 умноженное на t. Так, получается наше t, как можно найти? t это просто 1 разделить на 2t1 минус 1 на t2. Давайте найдем общий знаменатель. 2t2 минус t1 разделить на t1 t2. Получается наше t это просто t1 умножить на t2 разделить на 2t2 минус t1. То есть давайте я все переведу в секунды и буду это умножать как бы. Так, получается t1 это у нас 1 минута, то есть 60 секунд умноженное на 45 разделить. 2 умножить на 45 минус 60. Так, это на что получится? 2 умножить на 45 это 90. 90 минус 60 это 30. Получается 60 умножить на 45 разделить на 30. 30 и 60 сократятся как 1 к 2, да? Или 2 к 1. Получается наше t равняется чему? Это просто 90. То есть 2 умножить на 45 это 90 секунд. То есть 1,5 минуты. Окей. Надеюсь, всем все понятно. Двигаемся дальше. Ой, что я взял. Так, создать. Хотя пока нет. Наша следующая задача. Давайте возьмем... А, вот 71. Зачем я закрыл? Так, 71. Так, 2 поезда идут навстречу друг другу со скоростями V1 36 км в час и V2 54 км в час. Сейчас пассажир в первом поезде замечает, что второй поезд проходит мимо него за t 6 секунд. Какова длина второго поезда, да? То есть у нас есть два поезда. Вот первое. И вот там навстречу им идет какой-то другой поезд. У него, скажем, длина L. И, допустим, вот человек здесь сидит, ну вот здесь, да, где-то вот в какой-то кабине там, не знаю. В каком-то купе там. Так, он первый движется со скоростью V1, а второй со скоростью V2, да? Так. Так, и давайте мы перейдем в систему отчета человека, который сидит в поезде. То есть для него же тогда мир изменится, то есть он просто едет, и для него просто на его глазах весь мир уже движется со скоростью V1 назад, верно? То есть для него будет сказать, что весь мир туда едет. Но для него поезд уже будет двигаться не со скоростью V2, а уже со скоростью в новом. То есть будет так, как будто мы прибили первый поезд к земле, то есть мы его прибили, но вместо него вся земля поехала обратно со скоростью V1. Получается, первый поезд, допустим, просто стоит, то есть человечек там просто его прибили к земле, а там уже проезжает поезд, вот второй. Ну, L, да? Но уже со скоростью каким? V1 плюс V2, да? Тогда вот человек, сидящий здесь, он увидит поезд ровно, то есть, как это сказать, то есть за 6 секунд человек увидит всю длину поезда, верно? То есть он за 6 секунд этот поезд просто проедет мимо, получается? Получается, человеку будет казаться, что этот поезд проехал со скоростью V1 плюс V2 за 6 секунд. Получается, длина этого поезда будет равняться чему? То есть L равно V1 плюс V2 умножить на T. То есть L равно, это просто 36 плюс 54, умноженное на время, то есть надо очень быть внимательным. Нам скорости дали в километр часах, значит, мы должны время перевести в часы. То есть 6 секунд это у нас сколько часа? То есть в минутах это 6 разделить на 60, верно, минут? Так, а в часах это уже 6 разделить на 3600 часов. Так, давайте я это запишу, то есть это 6 разделить на 3600. Получается, расстояние будет такое. Так, 36 плюс 54 это у нас 90, да? 90 умножить на 6 разделить на 3600. Получается, это 360 на 3600, то есть 1 разделить на 10 километров, то есть 100 метров. Получается, наш поезд имеет длину 100 метров. То есть задача, то есть вся сложность задачи заключалась в том, что нам нужно было просто понять, какое это движение, то есть относительно чего будем рассчитывать, то есть если просто в лоб решать, то там сложно. То есть и поезд движется, и тот тоже движется, и непонятно, как он будет наблюдать за другим поездом. То есть, а мы здесь в сервисе взяли, пробили его к земле, и всем все понятно. То есть, как он должен следить за поездом, как он двигается и все такое. Так, перейдем тогда к следующей задаче. Наша следующая задача. А, давайте пробуем 72-ю. Два человека одновременно вступают на эскалатор с противоположных сторон и движутся навстречу друг другу с одинаковыми скоростями относительно эскалатора 2 метра в секунду. На каком расстоянии от входа на эскалатор они встретятся, если длина эскалатора L 100 метров, его скорость 1,5 метра в секунду. То есть у нас есть эскалатор. То есть в нее вступает два человека со скоростями V, но навстречу, да? А мы знаем, что эскалатор, допустим, двигается всегда вверх со скоростью U. И нам надо найти, на каком расстоянии от входа на эскалатор они встретятся. То есть давайте просто рассмотрим. Если человек двигается со скоростью 2 метра в секунду, а эскалатор поднимается вверх со скоростью 1,5 метра в секунду, то понятно, что человек, который будет спускаться, он хоть и немного, но будет спускаться, потому что у него скорость больше, чем у эскалатора. То есть он 2 метра за секунду проходит, а эскалатор успеет поднять его только на 1,5 метра. А второй, наоборот, внизу, который стоит, он будет, наоборот, быстрее подниматься. То есть он сам двигается вверх, ему еще и эскалатор помогает. То есть уже в системе отчета Земли нам будет казаться, что человек первый, он уже двигается со скоростью v плюс u, а который спускался, он уже будет двигаться со скоростью v минус u. И они должны, допустим, длина эскалатора l, то есть нам, как это уже дали. Окей. И нам говорят, вот это теперь, ну, теперь кажется, будто эскалаторы не двигаются, они просто идут навстречу друг другу с какими-то скоростями. То есть первую со скоростью v плюс u, а вторую со скоростью v минус u. И они вот где-то вот здесь встретятся, да, то есть в какой-то вот точке встретятся. И мы должны найти, вот в какой именно точке, на каком расстоянии от входа на эскалатор они встретятся. То есть мы должны либо это, оттуда длину найти, либо эту, да. То есть, ну, входу... А, сказали, раз уж вход, тогда вот снизу. То есть мы будем искать вот это расстояние. Так как, ну, здесь же вход, так как эскалатор движется вверх. То есть нам надо найти именно вот это вот расстояние x. Окей. Давайте будем в лоб решать, так будет, наверное, более понятнее. Так, допустим, смотрите, если это расстояние мы назовем x, то есть часть пути мы уже эскалатора называем, то есть просто обозначили как x, то тогда понятно, да, что оставшийся кусок пути будет равняться чему? Это просто от общего отнять тот самый кусок, который нам нужен. То есть если, в общем, длина эскалатора l, а часть его равняется x, то оставшаяся это просто l минус x. Тогда запишем новое уравнение, то есть x равняется чему? То есть до места встречи. И, кстати, не будем забывать, что обозначаем время, которое они пройдут до встречи, обозначим как за t, допустим, да, вот за t. То тогда x пройдет первый человек за v, то есть со скоростью v плюс u за время t, да, вот. А второй пройдет расстояние l минус x со скоростью v минус u за то же время. То есть, да, то есть то же время. То есть отсюда нам надо узнать, что? Нам надо найти именно вот этот x, то есть на каком расстоянии. Чтобы это сделать, мы должны избавиться от чего? Что нам здесь вообще не нужно? Нам не нужно время, верно? Давайте мы просто эти два уравнения поделим на друг друга. Что будет? То есть это x разделить на l минус x равно v плюс u умножить на t разделить на v минус u умножить на t. t и t сократятся, да, то есть мы избавились от времени. Остается решить только это уравнение. x делить на l минус x, v плюс u на v минус u. Так, здесь уже решаем обычное, то есть здесь уже идет элементарная математика. Крест на крест умножаем. x умноженное на v минус u равно v плюс u умножить на l минус x. Здесь нам важно знать просто x надо найти. Получается, давайте я раскрою первую скобку. то есть чек, чек, x умноженное на v минус u равно v плюс u умноженное на l минус v плюс u умноженное на x. Так, мы должны найти x, поэтому я сгруппирую все одночлены с x в одну сторону, а остальные в другую. То есть я возьму этот минус v плюс u x и кину туда. Получится, что x v минус u плюс x v плюс u равно v плюс u на l. Так, давайте туда смотреть уже. Получается, я здесь могу x вытащить за скобку, верно? То есть я могу их просто вытащить как общий множитель. x равняется v минус u плюс v плюс u равняется v плюс u умножить на l. Так, окей. Здесь u и минус u, они сократятся. Получается, у нас останется просто 2v. Получается, x умножить на 2v равно v плюс u умножить на l. Тогда, чтобы найти x, мы должны обе части уравнения разделить на 2v, да? Здесь 2v сократятся, x равно v плюс u умножить на l разделить на 2v. Так, давайте подставим уже числа, то есть значение этих элементов. То есть это 2v плюс 1,5v разделить на 2 умноженное на 2 и умножить на l 100 метров. Так, здесь будет 3,5 разделить на 4. То есть 3,5 умножить на 100 и разделить на 4. Это равняется чему? Так, 3,5 на 100 это 350, да? 350 разделить на 4, это у нас чем равняется? 350. 175. 175 разделить на 2, это у нас... Блин. 85, 87,5 что ли, да, метров? Да, по-моему так. Да. Так, все. Мы решили эту задачу. То есть все. И пришло из этих двух равнений, первого и второго. Так. Давайте решать. Ой, то есть я посмотрю, какие еще задачи остались. Давайте я посмотрю русскую версию. Там приводит самолет. Так. Спасибо. Так, давайте возьмем 78-ю. Так, интересная задача тем, что... Ну, сейчас посмотрим. Капли дождя на окнах неподвижного трамвая оставляют полосы, наклоненные под углом альфа к вертикали. При движении трамвая со скоростью В полосы от дождя вертикальны. Оценить скорость капель дождя в безветренную погоду. То есть мы знаем, что если есть окно трамвая, там снаружи идет дождь, скажем, и капли дождя на окнах неподвижного трамвая, то есть просто трамвай не движется, оставляют полосы, наклоненные под углом альфа, то есть они как-то вот так под углом наклонены. То есть капли вот так. Получается, под углом горизонта... Давайте здесь увеличу рисунок. То есть они вот так идут, капли под углом альфа к вертикали. При движении трамвая со скоростью В полосы от дождя вертикальны. Что это значит? То есть когда трамвай движется со скоростью В, то полосы становятся вертикальными. То есть уже вот такими прямыми. Так, из-за чего? Итак, надо понять, как должен двигаться трамвай, чтобы капли дождя составляли вертикальные. То есть раз уже раньше капли падали вот так, то трамвай должен двигаться как-то либо направо, либо налево. Сейчас мы узнаем. То есть его скорость должна прибавиться векторно капли старого вот так, чтобы он падал вот так. А это В. Получается, трамвай должен двигаться со скоростью В сюда. Ой, нет, наоборот, 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 наоборот. Он должен двигаться со скоростью В уже налево. Или, подождите, я походу туплю. Так. Так, раз уж они падают под углом альфа-горизока вертикали. Так. Угу. Да, то есть трамвай должен двигаться со скоростью направо, со скоростью в этой серии. Получается, скорости сложатся. То есть он всегда, получается, капли дождя. То есть он не двигался, трамвай, и они падали как-то под углом. То есть вот. Это скорость дождя. То есть капель. И нам говорят, при движении трамвая со скоростью В полосы дождя вертикально. То есть он просто составляет вертикально. То есть из векторов скоростей мы сложили, то есть построили прямоугольный треугольник. Так. Я уже сам не знаю, что я несу, но окей. Получается, как мы можем оценить скорость капель дождя в безветренную погоду. То есть, допустим, в безветренную погоду как капли падают? Они падают прямо вертикально вниз. То есть раз уж они в такую погоду уже двигались каким-то углом, получается ветер, который сбивал его, то есть каплю, какую-то капельку, который наклонял его, являлся именно ветер, который дует куда. Из этого треугольника понятно, что скорость ветра должна быть такой же, как скорость трамвая В, чтобы она наклоняла нормальные вертикальные капли под углом к вертикали альфа. Ох, да, сейчас формулирую. То есть раньше они падали вертикально вниз, но потом случилось, что есть ветер, и они падали уже под углом альфа к вертикали. А когда мы начали двигаться, то есть когда начали двигать трамвай с скоростью В, они обратно нормализовались. То есть скорость ветра, который менял направление капли воды, капли дождя, равнялся скорости трамвая. То есть из этого треугольника видно, что можно также наклонить, например, вот падала капля вниз со скоростью, ну, с какой-то скоростью, я не знаю, с какой скоростью он падал. Так вот, вертикально вниз. И чтобы он падал под углом альфа к вертикали, скорость ветра должна быть такой же, как скорость трамвая, который нормализовал его обратно к вертикали. То есть такой же вот В. То есть отсюда следует, что скорость капель дождя в безветренную погоду равняется чему? То есть безветренную погоду, допустим, у него была скорость, дайте подумать, просто обозначим его как за что? Давайте В0, да? В0. Из этого треугольника мы можем увидеть, да, что скорость трамвая разделить на скорость капель воды в безветренную погоду равняется тангенсу альфы, да, то есть противоположный разделить на прилежащий. Отсюда понятно, что В0 – это В разделить на тангенс альфа. То есть скорость трамвая надо разделить на тангенс нашего угла. Это и дает нам скорость капель дождя в безветренную погоду. Уф, сложно было, но мы поняли, да? На этом мы заканчиваем наш урок про относительность. Всем пока, всего доброго, удачи. Так.